Ну вот, поехали. Значит, теперь мы будем доказывать, что если неподвижных точек нет, то g равно t, сдвиг на некоторый ненулевой вектор, x не равно нулю. Вот, ну сдвиг на нулевой вектор это ID, понятное дело. Тождественное преобразование. Значит, как мы будем это доказывать? Ну смотрите, как мы это будем доказывать. Сейчас мы вначале некоторую сделаем работу, связанную уже с композицией известных нам движений. Ну, например, давайте поймем, чему равно sA, а потом sB. Помните, да, что справа налево по-еврейски всегда нужно делать, то есть нужно вначале применять то, которое право стоит, а потом то, которое слева. Вот, давайте посмотрим, чему оно равно. Я утверждаю, что это сдвиг на двойной вектор из A в B. Напоминаю, что числа и вектора, нарисованные на прямой, я не различаю, это одно и то же. То есть, если есть точка A и точка B, то вот если я от A к B иду, ну а может быть в положительном направлении, может в отрицательном. Это как получится, а как повезет. Но в одном случае это число будет положительным, в другом случае это число будет отрицательным. Но как вектор оно просто представляет вот этот вот направленный отрезчик. Так я говорю, что на самом деле нужно взять двойной. В том же направлении, но двойной. И рассмотреть соответствующий параллельный перенос. Как это доказать? Ну, конечно, воспользоваться тем, что мы уже сделали. Мы доказали, что если два отображения, два движения прямой совпадают на каких-то двух различных точках, то они совпадают. Ну и на каких же точках мы их проверим. Ну, значит, предлагаю... Ну, хочется сказать, что на A и на B это тоже можно, но это чуть-чуть сложнее, чем на A и на C, где C это как раз точка симметричная точки B относительно точки A. Предлагаю посмотреть на A и на C. Что с ними произойдет при преобразовании слева и преобразовании справа? Так, при переносе A, так как это на двойной вектор делается, она упадет вот в эту точку D, да? То есть T2AB от A, конечно, равно D. Где D это точка симметричная точки A относительно B. Видите, у нас четыре подряд точки на равных расстояниях идут. C, A, B и D. И при переносе, очевидно, A перешло в D. Но совершенно ясно, что A перешло туда же и при нашем вот этом отображении, потому что смотрите, как оно путешествует. S, A от A, это просто A. Оно осталось на месте. А значит, нужно просто взять S, B от A. Ну, а S, B от A, так как мы говорим о двойном векторе, тоже пошло в D, да? То есть, когда A отразится от B, она как раз попадет на двойное расстояние от себя в том направлении, поэтому тоже D. Значит, точка A одинаково при этих двух движениях, одинаково преобразуется в точку D. Теперь давайте посмотрим на C. D, T, 2, B от C, это что? Ну, это B, двойной сдвиг. Но, с другой стороны, если я возьму S, B на S, A от точки C, то смотрите, при преобразовании S, A, C перейдет в B, оно перепрыгнет в B. Поэтому будет S, B от B, а S, B от B, это B, потому что S, B это отражение от точки B. Значит, тоже получилось, что совпадают. Поэтому есть две разные точки A и C, на которых эти преобразования совпадают. Совпадая на точках A и C, они совпадают как отображение, как движение прямой, ну или вообще как отображение. То есть, в каждой точке действуют совершенно одинаково. Итак, я уже знаю, как нам нужно поступать, если нам нужно два раза отразить прямую относительно двух разных точек. Оказывается, это все равно, что сдвиг прямой на двойное расстояние от одной из них к другой, которая первой выполняется отражение, к которой второй. Вот, кстати, заметьте следующую вещь. Переносы не меняют направление прямой. Вот я беру ее целиком и сдвигаю. Если точка какая-то стояла слева от какой-то другой точки, то и после переноса тоже образы будут стоять. Образ первой точки будет стоять слева. А при отражении все наоборот. Любые две точки меняются местами. Если одна точка стояла слева от другой, то после отражения от какой бы то ни было точки, наоборот, образ этой точки будет справа от образа второй точки. Вот. Значит, это нам дает, забегая вперед, некоторый очень важный в геометрии гомоморфизм, который называется ориентацией. В математике есть такое понятие ориентация. Ничего плохого не означает. Вот. И мы его будем изучать очень подробно. Хорошо. Итак, мы получили некоторое предварительное утверждение о том, что композиция двух отражений относительно разных точек есть перенос. А если отражение относительно одной и той же точки было, SA на SA, ну это очевидно ID. Перевернул и снова перевернул. Прямая вернулась прям поточечно на свое место. как была, так и стала. Вот. Ну то есть это очевидно. Ну хорошо. Теперь рассмотрим. Начинаем доказывать. Рассмотрим G такое, что нет неподвижных точек. И выберем любую вообще, какую захотим. Выберем любую точку A напрямую. В объем нее, ну не в объем не угольств, просто рассмотрим ее. Вот. Обозначим точку G от A за B. А середину, внимание, середину между A и B, равная G от A, да? Ну давайте напомним, что это G от A. Обозначим за O. Значит, по построению O является серединой между точкой A и образом точки A. По условию ни одной неподвижной точки нет, поэтому G от A не равно. A значит B не равно A. У нас середина, это какая-то третья точка напрямую, которая между этими двумя ровно посередине. Теперь рассмотрим композицию в начале G, а потом отражение от O, относительно O. И исследуем ее действия этой композиции на точке A. Значит, неведомое мне пока преобразование G, а потом уже хорошо изученное ручное преобразование отражения. Куда денут точку A одно за другим? Значит, G переведет ее в B, значит, я выполняю SO от B. Но SO от B по построению, так как середина, оно вернет B в A. То есть, получается, что A оказалась неподвижной точкой. А неподвижная точка для движения SO вслед за G. А значит, есть только два варианта. SO вслед за G равно ID, либо SA. Потому что, если точка A осталась на месте, совершенно точно, да, мы это вычислили, что при этом преобразование точка A осталось на месте, то либо речь идет просто, что еще одна точка какая-то есть на месте, но тогда уже ID, полемия двух гвоздях, либо никакая другая точка на месте не осталась, тогда это отражение, мы это уже доказали. Значит, соответственно, мы про наше неизвестное преобразование G, мы его как бы зажали между двумя уже ручными. Но первый случай невозможен. Смотрите, если SO на G равно ID, то равенство мы слева домножаем на SO, обе части равенства. Тогда, если мы выполним еще раз SO вслед за всем, что здесь написано, то мы получим, что если выполнить SO вслед за SO, а оно вслед за G, то это то же самое, что SO вслед за G. Мы уже знаем, что если мы пишем преобразование, любые вообще отображения, то выполнена ассоциативность, то есть мы можем, применив SO к вот этой композиции, мы можем представить это по-другому, как в начале G, а потом композиция SO на SO. Но композиция SO на SO это ID. Два раза одно и то же отражение. Поэтому получается, что ID вслед за G равно SO вслед... Я тут ошибся, ID здесь стоит. Вот SO на G равно ID, значит SO на SO на G равно SO на ID. Значит, получается, что ID на G равно SO на ID. Но ID не меняет ситуацию, с какой бы стороны ни применяли. Если в начале ID, потом SO, значит, в начале ничего не делали, потом применили SO. Или в начале применили какое-то движение, а потом ничего не делали. Это означает, что было в результате ровно то, что реально делали, да? А то, что ничего не делали, оно никуда не делалось. Соответственно, G равно SO, и это невозможно. Почему невозможно, что G равно SO? Потому что SO сохраняет на месте точку О. А по условию наше отображение G не сохраняло ни одной точки. Не имело ни подвижных точек. Противоречие. Вот. А следовательно, на самом деле SO на G равно SA. Прекрасно. Теперь просто урок арифметики движений. Если SO после G равно SA, то SO после SO после G равно SO после SA. То есть мы еще к этим двум одинаковым движениям присовокупили выполнение SO справа. Теперь слева опять, как и раньше, сокращаем. Получается ID на G. Ну, ID на G это G. Значит, слева G, справа SO вслед за SA. Но SO вслед за SA это двойное. Это переносно двойной вектор между А и О. Двойной вектор между А и О. Это вектор между А и Б. Поэтому это именно то, что мы и ожидали увидеть. Если при преобразовании G точка А перешла в B, то на самом деле G равно параллельному переносу. Это по доказанному выше, что два отторжения дают параллельный перенос. Значит, тогда G равно параллельному переносу от точки А к точке Б. Ну, что вы и ожидали. Вот. Значит, что в результате мы имеем? Мы имеем полную классификацию движений прямой. Любое движение прямой – это либо отражение относительно некоторой точки, либо перенос на некоторый вектор может быть нулевой. Если нулевой, то это ID. Если не нулевой, соответственно, это, значит, либо направо, либо налево мы поехали на какое-то количество, значит, на какое-то расстояние. И никаких других движений напрямую нет. Для того, чтобы была вишенка на торте, мы запишем матрицу, такую таблицу умножения движений, таблицу композиций, что будет, если одно движение вслед за другим применить, в зависимости от того, что это были за движения, какие мы применяли и так далее. Значит, следующая наша задача – это нарисовать таблицу композиции движений. Ну, и еще построить гомоморфизм ориентации. Вот. Продолжение следует...